Друзья, всем физкульт-привет, у микрофона Дмитрий Махновский, и можно смело заявить, что лето вступает в свои законные права в Калининграде. Посмотрите на погоду, и самое время всем, кто хочет заниматься спортом, собственно, этим и начать заниматься. Андрей Митроченков у нас сегодня в гостях, двукратный победитель соревнований Калининградской области по воркауту, сертифицированный инструктор. И, как вы понимаете, именно о воркауте мы сегодня и поговорим. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий, приветствую всех. Видите, как я так сдалека зашел, погода, можно выходить заниматься. Воркаут, что он из себя представляет? Давайте раскроем это понятие, потому что в мои школьные годы мы просто с ребятами ходили на турнички, у нас это называлось так. Ну, воркаут сам по себе сейчас неофициальный вид спорта, многое позаимствовалось в гимнастике, да, есть ответвление стритлифтинг сейчас. Из себя представляет субкультуру, наравне как сейчас есть скейтеры, на самокатах катаются, тот же паркур. Вид спорта крайне собирательный и имеет для большинства людей низкий порог входа. То есть он как бы и многообразный, может подойти много к кому, и прийти в этот спорт может практически кто угодно по первому желанию и сразу начать как бы изучать элементы и улучшать свою физическую подготовку. Вот вы сказали, что он неофициальный вид спорта, но он имеет непосредственное отношение к воздушно-силовой атлетике, которая не так давно, если мне память не изменяет, ну буквально пару лет назад была зарегистрирована в России как официальный вид спорта, и воркаут туда входит как отдельная дисциплина наравне с воздушной атлетикой, куда входит пилон, воздушные полотна и кольца. И там есть несколько разновидностей воркаута. Да, именно так, насколько я знаю, есть троеборья и фристайл воркаут. Самое интересное, что они стараются сделать аналогично, как это есть в гимнастике, да, дать оценку многим элементам. Это достаточно тяжело, учитывая, что элементы разные и собирательные, тем не менее спорт воркаут даже в наше время продвигается, и это замечательно. Я считаю, у него есть будущее, хоть это и тяжело, но если постараться, то все вполне себе получится. Сейчас проводятся соревнования, есть уже первые чемпионы, атлеты ездят по России, это замечательно как для спорта. Но я, как понимаю, интерес к воркауту подкосился при помощи ковида, да, недавнего. Ну, в том числе и из-за ковида, хотя, учитывая, какой воркаут есть в настоящее время, им многие могут заниматься при желании и дома. Речь, конечно, идет не про скакалку, но в том числе можно заниматься и на полу. Многие движения, многие упражнения, элементы можно выполнять на полу или из подручных средств. Также можно при желании заказать какой-то инвентарь домой, переносной, легкий, и развиваться в домашних условиях. Более того, я знаю атлетов, у меня есть знакомые, даже в этом городе у нас, в Калининграде, которые занимаются преимущественно дома и прогрессируют. Поэтому, ну, конечно, на улицу не выйдешь, в этом есть свой шарм некий, да, в нашем спорте, когда и свежий воздух, и компания, дома это немного не то. Но перспективы у людей тоже были, и при желании, кто хотел, тот развивался. Но, тем не менее, да, сейчас интерес немного подугас, но ограничения спали, и все еще впереди. А какие спортивные снаряды используются в воркауте? Потому что, в моем понимании, воркаут это действительно какая-то открытая площадка спортивная, где есть там, не знаю, шведская стенка, перекладины, разной высоты причем, перекладины напротив друг друга. То есть много-много всего что-то, и заниматься дома у меня это в голове не укладывается. Давайте разберемся в этом. Какие вот спортивные снаряды используются в воркауте? Ну, основа воркаута это турник, это брусья, неважно гимнастические или жесткие, а также пол. Да, это основа, но воркаут абсолютно этим не ограничивается. Абсолютно любая плоскость, поверхность, да, как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, и я буду заниматься воркаутом. Вот, на самом деле, любая площадка, любая труба, забор, ну, уже для более продвинутых атлетов, могут стать непосредственно площадкой. Вот, но многие, как бы, ограничивают себя ввиду удобства, да, классическими снарядами. Также можно отнести в целом к воркауту и кольца, которые применяются в гимнастике. Они есть даже на некоторых площадках, и, ну, можно имитировать много движений, которые будут именно из-за стабилизации на кольцах усложнены, тем самым давая удоб-нагрузку. Я, на самом деле, прямо сейчас визуализировал такую ситуацию, где какой-нибудь менеджер идет утром на работу, перепрыгивает через трубы где-то на кольцах, где-то на перекладине, где-то на какой-нибудь бельевой сушилке, какой-нибудь сальто сделал и благополучно добрался до работы. Мне стало сразу любопытно, такое обилие спортивных снарядов, назовем все вот эти вот вещи так, сколько элементов насчитывается в воркауте? Ну, примерно хотя бы, такие основные, допустим, скажем, фундаментальные. Ну, прям точную цифру назвать, конечно, нельзя, потому что, как и любой спорт, воркаут развивается, новые элементы приходят, какие-то старые уходят. И поскольку воркаут все-таки до сих пор неофициален, нет какого-то четкого разделения даже между сальто, которые в гимнастике являются хоть и простейшим, но элементом, то в воркауте это как бы больше к паркуру относится. Я бы сказал, что в воркауте не меньше, чем 2000 различных элементов. Это точно, их, скорее всего, в разы больше. А про менеджера, человека, который занят на постоянной основе, можно сказать, что в воркауте есть много направлений, и одно из них, наиболее свежее, но не самое популярное, хотя зависит от регионов, именно в нашем оно как бы процветало в свое время, называется фри-ран и фри-бар. Из названия понятно, да, что как бы свобода, оно заключается, выступление в этой дисциплине заключается в том, что атлет должен использовать как можно больше различных проекций. То есть не на одном снаряде выступать, а вот все, что он видит, все, что он может использовать, использовать. Не обязательно показывать высокий уровень, но, как это есть в паркуре, сделать это зрелищно. Не столько преодолением препятствия, как показать свой уровень вот на всем, что только он видит, до чего можно докоснуться. Вот в этом основная задача. Поэтому, в принципе, да, менеджер по своей сути фри-бар. Ну, я как понимаю, здесь важно поймать вот эту тонкую грань, где воркаут переходит в паркур, и, собственно, паркур переходит в воркаут. Андрей, можете по своему сугубо личному мнению сказать, какой элемент самый простой и какой самый сложный? Может быть, вообще существует какой-нибудь невыполнимый элемент? Да, из самых простых элементов, я думаю, многие знают, называют крокодильчики, лягушечки в направлении джамбар и снивелада. Это когда подтягиваешься, чуть-чуть раскачиваешься и рывком как бы выходишь. Нет, 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 это элементы, когда ты делаешь упор. То есть, например, весовое тело перекладываешь на согнутые локти и за счет баланса как бы поддерживаешь свое тело в горизонтали и тому подобное. Есть некоторые элементы, для которых нужно только лишь понимание, не обязательно физические усилия. Вот. А по поводу самого сложного элемента, в воркауте есть два элемента, которых вот к этому вопросу можно отнести. Первый элемент это impossible, что переводится как невозможно. Его придумали у нас в России в году 2015, Артем Морозов, да, атлеты его звали. Из себя представляет как отжимание на брусьях, только в противоположную сторону, когда ты из упора на турнике локтями ложишься назад на брус и выжимаешь себя так же с уводом тела назад. Ну, вопреки своему названию элемент выполняется, хоть и считается очень сложным. И помимо него есть элемент CTI, называется. Заключается он в том, чтобы человек взялся руками за турник и прямыми руками так сильно давил себя вверх, чтобы линия его рук превратилась в горизонталь. Ну, ввиду того, что центр тяжести у нас уходит под руки, да, тело сгибается, это сделать невозможно. Ну, кто-то пытается с помощью резины оттянуть ноги назад, и только так у кого-то получается. Но по своей сути, по физике этот элемент, он существует в теории, да, как бы, но его никто никогда не выполнил. Но пока что еще не выполнил. Но мало ли наступит то время, когда выполнят. И вы пока рассказывали, у меня прям чуть-чуть начало сводить локти, кисти. И вопрос о безопасности, мне кажется, стоит очень остро в воркауте, потому что крутить всякие сальто, плюс все-таки турники металлические. И я бился и головой, и коленями, и всякое бывало, и падал с них, собственно, тоже. Соответственно, встает вопрос, как себя обезопасить? Какая-нибудь, может быть, страховка присутствует? Может быть, кстати, какое-нибудь специальное покрытие специализированное должно быть? Прежде всего, как и в любом спорте, должна быть хорошая, качественная разминка. И суставов, и связок, и всего, вот что может быть на тренировке травмировано, к этому подготовиться. К любому упражнению нужно подходить с умом. Конечно, сначала разобраться, на энтузиазме изучать все, конечно, здорово, но хоть смелость и берет города, это немного не тот случай. Нужно подобрать соответствующую площадку, найти снаряд себе получше. Если есть какая-то необходимость, закупиться необходимым инвентарем. Например, воркаут сам по себе не подразумевает покупку вообще чего-либо. Кто угодно может им заниматься, но некоторые атлеты для удобства берут себе, например, магнезию, которая используется на скалолазании, в армрестлинге, в гимнастике. Кто-то покупает лямки для того, чтобы смело выполнять движения, да, и не бояться, что руки соскользнут. Для кого-то это перчатки, а кто-то использует напульсники, потому что понимает, что будут изгибы тела, и чтобы тепло сохранялось в суставе и сухожилии, дабы не травмировать его, применяют. Конечно же, это все не обязательно. Что еще можно сделать для того, чтобы не травмироваться? В случае, если ты изучаешь какой-нибудь элемент, который подразумевает опасность, конечно, стоит ознакомиться с его выполнением, в идеале познакомиться с человеком, который его может. Если такого нет, постоять, подумать. Что я имею в виду? Визуализацию. Подойти к турнику, в идеале к брусьям, да, и если это какой-то отмах, стоя на земле телом, сымитировать это движение, чтобы когда ты уже попробуешь на самом деле элемент, иметь какое-то представление о его выполнении, а не потеряться в воздухе, да, и как бы плашмя упасть лицом в грязь. Нет, этого бы не хотелось. Но вот вы лично получали какие-нибудь такие травмы? Ну, по глупости, конечно, получал. В моем случае из-за моего любимого элемента я выбивал себе сначала левое, потом правое плечо, ну и немного предплечья травмировал, но это все мелочи. Но я какой могу сделать вывод? Главное, не торопиться все-таки. Казалось бы, на перекладине, ну что там, крутнулся какой-нибудь подъем, выход силы условный сделал, но все-таки какие-то вот такие подводные камни присутствуют, что можно плечо и выбить. И, соответственно, возникает у меня вопрос, а с чего, в принципе, должен начинать свой путь новичок в воркауте? Ну, любой, кто приходит к турникам, знает, как люди качались в старину, да, дедовский метод. Это подходишь на турничок и лесенку, и выходы, и с друзьями, и все вместе, и спортивный интерес. Да, общая физическая подготовка. То, чему учат в школе, сама по себе физкультура. Потому что даже когда ты выбираешь какое-то направление, будь то динамика или что-то еще, когда ты взмываешь воздух и собираешься руками зацепиться за турник, а мы знаем, да, что сила тяготения, масса на ускорение, если ты еще и пухленький, то там в руках нужна недюжая сила, чтобы себя удержать. А если ты не умеешь хотя бы 15 раз подтягиваться, ты можешь себе и не удержать. Это уже чревато травмами. Вы вот уже сказали такое слово, как направление. И одно из них, я как понимаю, упомянули. Расскажите про все направления воркаута. Есть основные направления воркауте, да, их большое многообразие на вкус и цвет, и по физической подготовке, и по гибкости. Первая классика, база, силовое, из себя подразумевает общую физическую подготовку с усложнениями в виде элементов, которые считаются классикой. Капитанский подъем, офицерский, выход силой, выход принца, ангела, большое множество. И как бы оно на поверхности. Все это видят, оно всем интересно. Есть направление динамика. Кристайл-бар, вот все, что туда относится. Многие движения, в том числе и соскоки, были позаимствованы из спортивной гимнастики. Направление интересно тем, что зрелищно, конечно. Когда человек летает, перелетает, крутит винты, это смотрится интересно и как бы вовлекает зрителей. Является рекламой нашего спорта в том числе. Направление статики. Из себя представляет выполнение сложных физических элементов, в первую очередь. И смысл заключается в том, что ты должен в этом положении как бы застыть. То есть, будь то горизонт, передний виз и тому подобное. Есть направление баланса, что, казалось бы, есть и в гимнастике, да, когда атлеты выполняют на полу упражнения. Но, я бы сказал, оно близко и к эквилибристике, да, где ты исполняешь на разных поверхностях балансы. Но воркаут интересен тем, что даже здесь есть некий фристайл. Кто-то пытается в стойке на одной руке отжаться, кто-то перепрыгивает с одной руки на другую, переставляет. И это вот многообразие, оно интересно. Есть направление джим-бар. В нашем городе, в Калининграде, есть атлеты, которые продвигают, вот в России это направление, являются как бы ведущими и сильнейшими. Направление пришло из Бразилии, где атлеты, скажем, более худощавые, но более гибкие и резкие. Вот, поэтому, как я и говорил, на вкус и цвет каждый может найти направление себе по душе. Вот вы говорите, в Калининграде калининградские спортсмены продвигают вот это направление джим-бар. А вообще, как бы вы оценили уровень калининградских атлетов в данной спортивной дисциплине? Если смотреть на атлетов, которые занимаются этим хоть сколько-то серьезно, да, имеют серьезный подход к этому и занимаются, ну, ни год, ни два, то мы можем достойно выступать на более чем российском уровне. То есть, есть индивиды, да, у которых есть перспектива выезжать на международные соревнования и даже побеждать. Хорошо, о человеческом ресурсе понятно. Что касается спортивной инфраструктуры, подходит ли она воркауту? У нас в городе есть площадки. Самые основные из них это площадка на судостроительной, это площадка на стадионе Балтика и городская площадка на Верхнем озере, которая до сих пор поддерживается, которая больше всего подходит по стандартам. Она профессиональная, Кенгуру Про. Также была площадка во владении парка, Южного парка, где было два гимнастических турника и как раз-таки площадка для направления Приран. Верхнее озеро и парк отличаются тем, что очень хорошее покрытие на площадках, все по правилам и резина. Остальные же площадки, хоть и имеют многообразие снарядов, но имеют покрытие более жесткое. Поэтому, когда ты хочешь выбрать себе направление в Калининграде, выбирай и площадку. Надо учитывать все факторы. Не могу не отметить то, что в прошлом году Калининград принял участие в акции под названием «Прорыв к здоровью», организованной Федерацией воздушно-силовой атлетики России. В Калининграде проводились бесплатные открытые тренировки, вы там выступили в роли инструктора. Соответственно, у меня возникает несколько таких вопросов. Много ли людей приходило на тренировки и с какими запросами? И интересует общий отклик населения, калининградцев. Заинтересовались ли они воркаутом, скажем так? И я там был, мед, пиво, пила. Да, многие люди приходили, посещали тренировки, про нас был репортаж. Большинство людей, ну по классике, как те, кто приходят в этот спорт, интересовались силовой подготовкой. Потому что лето, и хочется на пляже выглядеть очень даже подтянутым. А кто-то приходил из интереса к элементам. Мы старались найти подход каждому человеку, уделяли всем внимание. Были люди, кто уже умел и старались делиться советами между собой. Это очень интересный опыт. Такое, подобные мероприятия у нас в городе уже проводились несколько лет назад. И они всегда находят отклик. Потому что наша молодежь и наше население, как ни крути, спортивное. Но можно смело заявить, что в Калининграде уже собралось такое определенное комьюнити по воркауту? Ну, воркаут, поскольку как бы зациклен на турниках, да, есть определенные люди, которые уже годами тренируются. Есть те, кто как бы передает эстафету, кто начинал. Но чем он хорош? Тем, что поток людей будет постоянным. Поскольку школьники растут, становятся подростками. И отсюда идет постоянный приток. Кто-то более взрослый уходит, работает где-то, дети. А молодые приходят. И как раз таки молодые зачастую и двигают этот спорт. К сожалению, время программы подходит к концу. Надеюсь, смогли мы все-таки хотя бы поверхностно, но раскрыть тему воркаута. Под итог хочу несколько таких мифов развеять или подтвердить, которыми полнится интернет. Вот. Кратенечко, вопрос-ответ. Как правильно все-таки называть такого спортсмена? Воркаутер или турникмен? Воркаутер. Хорошо. Парни на турниках всегда ходят с оголенным торсом и в штанах. Это потому, что у них худые ноги? Или нет? Ну, про себя бы я так не сказал. Но да, воркаут отличается тем, что атлеты игнорируют ноги. Ну, про футболки не знаю, не сказал бы. Может, потому что у нас жарко летом? Может быть. Следующий вопрос. Правда ли, что чем человек худощавее, тем ему легче подтягиваться? По своей сути, да. Да, контроль тела и усилия прилагаемые должны быть меньше. Следующий миф. Воркаут прокачивает выносливость, но не силу. Так ли это? Нет, не согласен. Смотря чем ты занимаешься. Ну и последний вопрос. Зимой воркаутеры прекращают занятия и уходят в спячку? Ни в коем случае. Включается мод медведя, и мы тренируемся, набирая вес и увеличивая свою силу. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Напомню, что в гостях у нас был Андрей Митроченков, сертифицированный инструктор и двукратный победитель соревнований Калининградской области по воркауту. Андрей, спасибо вам большое, что пришли, рассказали про вашу замечательную спортивную дисциплину. И вам спасибо, Дмитрий.